14 леев, 46 банов. Это новый тариф на природный газ для бытовых потребителей. Его сегодня установила Наре. Отмечается, что новая расценка вступит в силу после публикации в официальном мониторе. По словам главы Минэнерго, такое положение дела стало возможным благодаря снижению цен на международном рынке. А за этим может последовать у нас и снижение тарифов на тепло и электроэнергию. Таким образом, скорее всего, с марта газ подешевеет на 3 лея 60 банов до 14.46. Сейчас тариф составляет 18.06. Стоит отметить, что большинство потребителей, кто пользуется компенсацией на газ, ощутят это снижение в меньшей степени. В их случае цена варьируется от 12 до 12 леев 60 банов за первые 180 кубов. Больше всего понижение ощутят те, кто относится к категории низкой энергоуязвимости, которым кубометр газа сейчас обходится в 17 леев. По словам министра энергетики, снижению тарифа способствовала благоприятная ситуация, сложившаяся на международном рынке. Мы выходим из зимнего сезона. Цены на международном рынке снижаются. Мы позитивно оцениваем динамику цен на международных рынках. Исходя из ценовых прогнозов на этот год, думаю, можно предположить последующее снижение цен и у нас. Кроме того, Виктор Парликов не исключил вероятности того, что снижение тарифа на газ может привести к такой же ситуации с тепло- и электроэнергией. По мере снижения регулируемых цен на газ, вы увидите решение об изменении цен на тепло и электроэнергию. Для нас важно, чтобы люди почувствовали эту тенденцию падения цен на международных рынках, ощутили ее и в своих счетах-фактурах. В предыдущий раз тариф на природный газ корректировался в прошлом июле. Тогда он снизился на 11 леев. До этого потребители платили 29 леев 18 банов за 1 кубометр.